Доброе утро! Доброе утро! Скажи, брат, а как это случилось, что у меня скайп выключен? Кто его мог выключить? Даже не знаю. И главное, ему нужно было пароль ввести. Я пароль ввел, и она открылась. А я вообще про это даже не знал. Да нет, так бывает, Игнатий Ильич. Так бывает, иногда он для проверки просто отключается, и для того, чтобы лишний раз ввели пароль, ничего страшного. Это они там, которые руководят этим? Ну, это программа сама, да, там. Понятно, понятно, понятно. Благодарю, а мне тут заходил отец Поваляев. Я вот вижу, может быть, ночью кто приходил. Видишь, может быть, даже вчера было выключено, о, банда. Конечно, а я и зашел. Я первым делом смотрю, что-то скайп не работает. Я думаю, может, что опять с проводами там у вас произошло. Это, видимо, как вы говорите, проверка. А ну, а я-то вот тюхтя такая сижу. А вы периодически все равно посматривайте там на эти, на огоньки горят там зеленые или нет. Что-то я это вообще... Я уже 10 дней, как это, соплями давлю, и закрываю совсем оглох. Едва слышу. Повтори-ка, пожалуйста. Да не, я говорю, надо заходить просто, проверять зеленые огоньки вот эти, смотреть везде и в скайп, или нет. Ну, а я делал же на них, вот, а в скайп теперь вижу. Конечно, а люди могут заходить, а у вас отключены, а они побеспокоить и побояться не захотят. Я вам понял. Вот, Игна Тихович, ну я, вот у вас появляется много, и слушатели вообще, и мне много людей, и пишут, знаете, так. Вот, и женщина одна, недавно познакомился с женщиной с одной. Она, ДСП у нее, детский церебральный паралич. Вот, и всю жизнь, я ей за 30 уже. И тоже она, и Бога не знала никогда. И тут вот вдруг зашла, и вас увидела там, и все, и начала интересоваться. В общем, она такую историю свою поведала. До 15 лет она жила, вот так переживала за свои параличи, что она не такая, как все. Вот, и захотела покончить жизнь самоубийством. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот, и однажды она сидит на диване и уже, говорит, я собиралась, уже все, что-то сделает с собой. Тут вдруг заходит в комнату мама, говорит, она мама моя заходит. И такая она прям красивая, говорит, такая нежная. Садится рядом со мной на кровати и начинает мне рассказывать. Ты не спеши, ты подумай, вот, и начинает растолковывать все, вот и Женя рассказывает, и все. И уходит из комнаты. А она потом думает, сидит. Стоп, ну какая же мама, мама-то на работе у меня. И кто это был-то вообще? И она потом начала осознавать и, в конце концов, понимает так, что это Богородица была у нее, отвела ее вот от этого греха-то. Вот она сколько времени, она о Боге не знала ничего. И она, говорит, я начала с людьми общаться через интернет, обратилась на тот сайт, там одни, говорит, прелюбодейники туда-туда. И вот мне не нравилось, не нравилось. И вот я, говорит, нашла вас, вас, вот православных людей. И вот мне так понравилось, и все равно так интересуется. И ваши ролики смотрят. Вот. И многие люди тоже, как все-таки, может быть, у людей, знаете, как вот, благодаря, может, этой ситуации, вот в стране, что сейчас творится, жить, жить, как страшно стало, может быть, люди, подвигает это людей приходить к Богу. Вот. Я прямо смотрю, люди стали узнавать и вопросы задают такие. И вот я тут вопросы подсобрал, ну, хотят ли, чтобы вы отвечали на эти вопросы? Да хоть если бы вы были, ну, с помощником, с каким-то, они бы эти вопросы вставляли на форум, как у меня делают помощники. Но дело в том, что они работают через контакты. А в контакте какая-то такая система, что если, там, сколько, я не знаю, так, примерно 3-4 человека нажали одновременно, она автоматически на неделю вырубает. И вот я сколько здесь получаю вопросов, а это к нам заходит, это как, ну, Юлия говорит, более 4 тысяч человек. И уже, наверное, пятый раз блокируют, вот сегодня должны, кажется, разблокируют. Это безумие какое-то. Никакой, просто по злобе даванули и пошли спать. А нас выбросили. 4 тысячи 800 человек не имеют доступа. И все время спрашивают, почему вас опять заморозили. Ну, я-то не захожу, это помощники делают. Ну, не по совести. Я написал отцу Сергею Дудину, это он как-то специалист в этом деле. Он говорит, ну, надо тоже несколько человек, чтобы вас, и тоже пожаловались. Я говорил, кому надо, а он говорит, брат говорит, ну, там у них там чуть не 200 миллионов, где они будут разбираться? Я говорю, ну, надо же это делать. Постепенно подкрадывается. А я говорю, батюшка, ну, а что вы, говорю, подкрадываетесь? Вы задайте вопрос. Говорю, ребром поставьте вопрос. Может, вам личность Лапкина не нравится? Он говорит, да, не нравится. Вот он, я, вот он, у него пульт личности и тому подобное. Я говорю, ну, батюшка, ну, смотрите, сейчас провели сектоведы, вот такую работу там. Говорят, что не обнаружили никаких отступлений, у него никаких ересей, не обнаружили общину. Он живет своей, там, и размеренной жизнью, никого к себе не тянут, не зовут. Вот. А он, да то ли еще будет, типа, все еще впереди. Я говорю, ну, как же впереди? Он-то уже 50 лет в одном накале стоит, вот, и ни вправо, ни влево. Что ж там впереди? Я говорю, у него, наоборот, жизнь заканчивается. Какой там впереди-то будет? Вот. И нет, все равно, вот, а вот такой, опомнитесь, там. Врагов-то, врагов много, которые, буквально, не зная вас, понимаете, как, буквально, вот он опять же про это, у вас там стихотворение, они его все мусолят, кидают там ссылками, прокал там, вот, измазанный калом там. Стихотворение. Стихотворение про что? Ну, вот стихотворение у вас есть, как вы описываете людей, которые общину покидают при тех или иных обстоятельствах. Ну, 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 вот стихотворение. Вот он говорит, вот, смотрите, может человек, допустим, человек, духовный человек, там, или святые отцы, там, такие вещи вообще писать, как он себе поясняет? Какие вещи? Какие? Ну, вот вы там так выражаетесь, там. если бы человек от которой говорит писание знал он бы рта не раскрыл господь говорит и будет помет ваш человеческий до верблюжьего седла а когда языки ли господь повелел и говорит пекина человечем кали что ты боишься ты в дерьме живешь и боишься этого слова я назвал вещи своими именами только и всего а то вот он сказал такими словами это слова соответствие истины во первых во вторых это литературные слова и кроме того не библейские слова и притом не он сам нашел а я выставил этот материал зачем я выставил то я себя в этом выдел ущерб себе а как ты по-другому скажешь если столы ваши наполнены отвратительной блевотиной и сария говорит так это хорошие слова или нет блевотиной возвращайтесь как пес на блевотину так блевотина то намного хуже кала кала то естественно блевотина неестественно говорит англотоуст они дурью маются по пыли кто там они я никогда не подменял слова другим значением а вот такое какое оно есть а я я раньше мог думать что вот он может как-то исправиться он не может исправиться но меня нету ну да меня что на меня напал мужчина там меня не знал он другим то не был у него назначение другое он для этого избран быть на майдане убивать невинных людей но придет время ему скрутят руки и поведут на расстрел эта история разнаряжена от бога от вечности когда не было первоначальных пылинок вселенной тут вот что нужно видеть вот сейчас к нам на форум зашел какой-то и подписался вениамин баптист из сша ну гадит и гадит я один раз взял решил ответить я этого не делаю но тут ответил как его разнесло он сейчас ни одного выступления не делает чтобы меня как-то не поддеть не унизить но мне нужны же нет все жуток улыбнулись и все думаю вот если я бабки сяга я знал баптистов на хорошее отношение а ты какая-то там слюнявая может быть юбыши какой-то залез под соненок смеется ему бы отвечали они на полном серьезе с ним разговаривать но маленько духовно проникнете вот он зашел говорит против он говорит против но прежде чем сказать это написать он должен был сформировать свою душу против а теперь давай спросим вот когда он писал против он думал что как у сократа пришел человек то когда говорит я хочу тебе рассказать про одного человека помните а он внутри вопроса задал скажи а ты уверен то что скажешь это правда да нет я не уверен то второе что ты скажешь про моего друга ты сказал про моего друга ну да а ты уверен что мои отношения с другом улучшится да нет а друг будет доволен что ты рассказал это нет но теперь реши ты не уверен отношения не улучшится стоит ли мне это слушать он повернулся и пошел пока он не допустим он сказал это вчера а мне отец сергий звонит и говорит ситуация очень тяжелая в украине вот-вот сорвутся они начнется настоящая гражданская война молиться надо мы молимся но у меня сегодня день посвящены индии индии я целый день вчера молился за индию а при чем тут индия тебя не при чем а мне при чем мне пишут индийцы оттуда просят помолиться выходит на встречу сейчас с пакистана у тебя другой масштаб у меня другой с меня спрос другой будет ты в это время собирал где-то что-то ковырял пакости а у меня нет времени этим заниматься это нету я с утра рано сегодня пристаю перед богом за украину вчера дал приказ министр внутренних дел применять оружие выдать оружие защитникам там беркуту и другому а дальше что дальше ведут войска армейские как наполеон начнут громить эти все которые они устроили баррикады вылавлять и расстреливать ну и все они этого добивались добивались а что ты делать да вот этот леонов николаем ходил и за за то что можно убивать вот ты получил ты как раз на украине теперь тебя будем по полной программе с тебя спросят а с меня не еще спрашивать я стоял на молитве он говорит что-то против а я про этого который говорил против ничего сказать не могу во-первых я не знаю у меня времени нет и дальше с меня с ним за него не спросится вот мы на сколько разные то только и весь ответ вчера отец сергий говорит а я с козловым то так потихоньку говорит но почти попрощался сильно болеет наш брат вот я только загляжу и думаю как сказать один прощается другой да как бы брата в панику то не вести я молча только стою болюсь и поглядывай зелененький когда загорится а тот который стоит то там говорит говорит о сущую неправду он ничего не знает ну давай я сегодня я умираю ты успокоился другой будешь нет ну так в чем же дело то я родился у меня такой путь я избранный божьего богом избранный то у меня все необычное а у тебя обычно стандартно не уверуешь и воцерковление каноническая территория окормление вот и окормленный остался обкуренный у меня другая жизнь у меня другие друзья другие враги настоящие враги и искренние враги еще и на их могу сказать теперь то я молюсь о врагах каждый день он даже не знает тот кто нападает я неуязвимы для них а почему так о себе думать и господь сказал не покину не оставлю я-то верю в это ты не веришь мне не дано заповеди нападать мне дана заповедь примерять любить я стараюсь как могу выполнять он мотивирует чем вот говорит столько детей голодных семей таких нищих а вы собираете деньги непонятно на что вот но он не видит он не в этом благовестии пользы никакой в принципе вот то есть лучше собрать деньги и помочь как говорится нуждающимся а скажи в прошлом году ты помогал нуждающимся проверь свой кошелек и где у тебя распределение так говорить человек который никому не помогает это фальш а судить о том есть польза или нет от того что мы делаем он тоже не может он ничего не знает а для этого надо дать и запором зайти на сайта наш на mail.ru и посмотреть какая польза кто пишет какие люди не просто а люди которые были совершенно не расположены православие что с ними бог делает откуда он знает даже одного соболя вот это представить юрий преподаватель красноярского университета и академии ты посмотри как господь работает над новой душой а так который не видел ни разу не слышал он судит ну еще я могу сказать у меня времени чтобы отвечать на этот ветер дует ну и пусть дует вот это вот говорить и на этих вот по майдану там принципе и вот я слушал сегодня корреспондентов там и один вот корреспондент который непосредственно там все эти действия смотрит за ними контролирует он будет ничего серьезного там принципе нет как только поступит вот этим вот этому беркуту команда и все они говорит за считанные минуты разметут весь этот майдан правильно но они посадили снайперов за на заранее это это человек говорит еще не знает ситуацию снайперы не знают откуда стреляет и показывать как стреляет их не два не три не два не три откуда они щечни из других стран с юга они заранее подтянули как украинцы участвовали снайперами в чеченской войне так эти и называет цифра звучит около трехсот если они по всей стране перед этим нато учили в эстонии специально украинских боевиков так называемых как стрелять то это мало не покажется чтобы выявить одного снайпера придется заплатить десятками жизни они подряд стреляют всех и мрази с них какой нету его выявить потребуется может быть не один день вот и все дело серьезно но я не вижу что была молитва искренняя у этих кто камнями кидается и которые бьют всех господь призывает к покаянию конечно это безумие убивает страшнее этого ничего нет но у бога что-то за этим есть а что скрытые грехи чтобы покаялись я вчера все проверял все места библии везде нахожу это только за грех только за нераскаянность я был на украине в 2013 году очень многое проехал и вот мы с одним были человеком ну просто хороший человек уважаемый священник вот мы проезжали с ним по украине и он рассказывает вот мы сейчас проезжаем по городу ну как город выглядит я говорю вообще удивительно как европейский город магазины стоят люди работают а это в полном запустении было то все один человек сделал и называет мне фамилию а вы можете назвать его я не записывал когда ехали то приехали он говорит нет а почему а вот почему этот человек это сего слов я говорю вот все что вы видели дорогой вот работает завод это все он открыл его народ любит он дал новую жизнь этому городу городу районный центр на уровне городского у него я не могу сейчас сказать но больше десяти тысяч гектар пашни он все скупил и не люди работают и все получают и вот янукович который сейчас президент его сын решил захватить захватить это все и они приехали туда со своими ну как их назвать там помощники бандиты там кто с автоматами так народ вышел на поле с вилами с граблями и отстояли так они в них стреляли сколько людей в больнице было он хотел сыну янукович своему сыну это все я говорю чужие слов у меня нет никаких данных но это говорит человек которому я верю на сто процентов это батюшка который стоит у алтаря я не знаю сейчас на украине служит или где но он украинские дела знает отлично так что тем тоже надо задуматься что они делали я была колорады не просто так около дверей разговаривал так с ними и один говорит вот смотрите эти депутаты представители народа вы знаете их я говорю нет они прилетают только для того чтобы сейчас на заседании побыть и опять улетают за границ они живут все за границей они живут только для себя и поэтому просто так виталия кличко сбрасывать со счетов и те которые чтобы возвратились 2004 году конституции который не значит непонятно зачем меняли тоже нельзя я я не критикую я просто говорю где им искать надо они дали повод народу вот этот устроенный голодомор вот эта советская власть это все от русских шлот москалей за все это рано или поздно приходится отвечать у нас свои здесь рядом такие щеки загорятся это под боком казахстан мусульманство идет там удмурти и главное это татарстан вот это казанские дети сироты нам отрыгнется через 300 лет они россию сразу перерубая пополам нам надо молиться нам не лишние татары не никто у нас как раз всем места хватит а кто-то натравить очень просто ко мне подошел начал натравливать от а не понимаешь они отстроят мещать прям с нашим старообрядческим храмом в казани я говоря город казань чей ну как наш русский а чего он русский то как один побыл в риге и говорю хороший наш город рига только латышов много так и здесь вы маленько то смотрите где вы находитесь ведите себя поскромнее были то есть мы ну я говорю о русских совершенно неправильно относятся к этому я приехал в латвию и мне жалуются эти они такие националисты и он спросишь куда пройти вот так вот показывают а пойми куда идти я говорю что все таки все такие странно я еще дорога еду к риге и дорога уже приобрел учебник латышского языка и начал изучать сразу поступил в латышскую бригаду и через три месяца я с ними уже разговариваю через три а они желают знать ничего не желает ягра сколько живешь 20 лет и 20 лет еще не знаешь не культуры народа не их верования так я подхожу к латышу спрашиваю не знает как лучше для меня сделать они меня домой приглашают они ходят в обнимку со мной правда правда вот говорят что вот я зашел разговоры латыша вот правда в это что латыш он рождается с ненавистью к русскому неужели правда у них такая ненависть к нам и отвращение да и есть за что они разграбили полностью латвию ульманница зачем арестовали президента он ходил со своим только слугою с товарищем котомку тот несет сзади там еда он идет по полям работают люди он зайдет уборка вместе с ним молотят они здравствуй здравствуй знаешь это президент там свадьба пригласили соседней деревне он побыл там напиши ему пусть корову дадут а другое его на руках готовы были носить советская власть сразу его арестовала всеобщего любимца но как-то ума хватило не расстрелять его его отослали на дальний восток и в какую-то дыру задрипанную столкнули там не колхоз не совхоз он его сделал миллионером поднял один человек это люди талантливые я почему туда поехал нас в армии были латыши и литовцы эстонцы высокие стройные русоволосые работяги и я решил туда ехать и там меня бог нашел вот почему я оказался там да то все что они говорят все правильно но для этого есть основание еще так и должно быть это ненавидимое несправедливо только бы не постарал к кто вор или посягающий на чужое апостол петр говорит но нас то ненавидит не за то что мы христиане то а за то что обкрадывают не уважает ни обычая ни народа ничего не культуру народа не верование вот зараза то где заключается вся а перед украиной то тут конца края нет вины сколько что с ней делали так что вот я прошлом году посетил наших друзей ему 93 года ей 91 год какие у нас друзья там михаила антонина но и вот понимаешь куда бы мы не поехали на украине но я не знаю сколько сейчас посмотрю по своим этим благодарностям но не меньше 30 мест полностью весь крым прошли полностью весь крым сейчас хотят они подавать опять прошение вернуться в россию интересно главное 19 исполнилось ровно там 50 лет кажется как никита хрущев скинул не знаю там сколько не 50 до 30 лет назад ну бог милостливый мы проехали и в харькове ну как они встречали какой хороший народ у меня ролики стоят там выходит ну допустим харьков выходит директор библиотеки они стоят нас благословляют они молятся каждую книгу готова поцеловать которая там был а человек вам говорит книги никому не нужны да какие отзывы то идут он ничего не знает ему придется отвечать не за меня а за свои лживые слова вот и все может быть как раз по теме женщины спрашивают 1 вот как научиться гневаться на греха не на человек как вот научиться простить человеку и понять что это грех работает в нем понимаешь как вот у я часто слышу сектанты говорят бог ненавидит греха любит грешника я говорю покажи где этот местописание еще пока не один не указал в еще разделять и греха ты что это такое грех где он как каком лежит месте плавает туман густой или что зло это явление которое обретает смысл находясь в ком-то и поэтому господь горит я ненавижу вас не зло а вас я презираю вас вас я бог никого не наказывает вот архимандритом юрасов да откуда ты батюшка берешь это бог никого не наказывает бога рать я наказываю до четвертого рода бог я наказываю от игрушки наказывает что-то толкуешь что за бога бог говорит я проклинаю вас не не грех за то что вы не платите десятину проклятьем вы прокляты вы прокляты а не грех вот глядеть что кто наставляет на этот грех и там у него рога сзади за головой то вот это действительно надо видеть человек делается орудием в руках дьявола но дьявол это не аморфное какое-то понятие о зле эвол это хотя через запятую дьявол и зло переводится но это личность и это личность как в житии святого мартина у дьякона бакриция там было он стоит на холме там дьявол ты и машет руками что делать а эти хватает камни бросает они не понимают но бог с них взыщет с них бог наказал его наказал адама наказал и дьявола а отдельно зло нигде бог не наказал это брехня стяжи дух мирный вокруг тебя спасутся тысячи здорово ничего не надо достаточно сидеть и все да покажите когда это бы сказал ну ну когда-то сказал ты даже не знаешь когда серафим саровский современник пушкина и а серафиме саровском ни одной буковки он не написал а написать об эмильяне пугачева приехал в оренбург чтобы с бабкой встретиться еще дурить это серапима никто бы знать не знал это искусственно царь раскрутил его ни один архиерей не хотел канонизировать ну вы считайте жития святых то его 51 страница жития самое большое житие на 12 томов демитрия ростовского у серфима саровского это все искусственно накручено я его признаю святым но не надо накручивать а вот он сказал откуда ты узнал что он сказал где архивные данные какие-то ничего нет давайте на практике посмотрим стяжи дух мирный как ты считаешь давид это пророк несомненно пророк самая считаемая книга бестселлер за три тысячи лет это псалтырь давида не евангелия псалтырь и он говорит я мирен запятая но только заговорю они к войне то есть мой голос вызывает из лежащих парализованных врагов христа целую армаду против меня и атаку так сижи дух мирный какой дух мирный во христе и тогда иди проповедуй и может быть хоть один спасется вот так надо было сказать а вокруг тебя спасутся тысячи у серафима было это не было ни одного ни два ни три ни одного не было человек изрекающий что-то он должен подтвердить это когда говорят нет национальной идеи объединяющая россию а я ее эту идею озвучиваю это я ее выработал так я работаю над этим 41 год дети воспитанные во христе дети и чтобы доказать это мне нужно было создать лагерь без помощи государства добиться чтобы не дали землю советское время ты воображаешь это такое я должен был все обгораживать взять неудобные участок среди крапивы выкорчивать корни крапивы собирать сам детей со всего советского союза со всего с украины с эстонии откуда только не было а последнее время из германии уже приезжали так и что теперь я должен позаботиться как их встретить создать безопасность пустынном месте и не держать их под стукном во первых у меня дети купаются каждый день до шести раз дальше катаются на конях плавают на лодках специально у меня есть береза огромные березы куда я вожу детей и дети мальчики девочки до вершин лазят как обезьян ася оборвется оборвется сломанных ребят и будет лежать на вытяжку я их однако не прятал покажите мне лагерь где учат детей лазить по могущим деревьям до кого рисковали рисковал и когда ничего нигде не было в лесу я устроил специальной площадке и кощаться еще только не было идти по ягоды собирать копать к корень солодки дети научились чтобы между собой как ладить чтобы ни один не заболел ни один не потерялся не повредился я все должен взять на себя а тот который зашел говорит у него ничего этого нет идея что во христе воспитанные дети это национальная идея я должен был ее обкатать не в течение года сорока одного года вся власть против меня только за один девяносто восьмой год против меня было брошено 15 государственных комиссий краевого масштаба с телевидением я должен был выдержать возбуждает против меня три уголовных дела я должен был выдержать и сидеть за решеткой разгромить их всех потом подать суд и разгромить на голову всех далее опровержение оплатили тот который говорит не имеет он не опыта борьбы не опыта воспитания детей а у него плохо в лагере плохо а вот она мать теперь лагерь комплексно родители могут находиться вместе с детьми найдите мне такой лагерь и она приезжает уже двадцать пятый год она была ребенком теперь со своими детьми приезжает плохо иначе что вы вы сами сейчас начали тему чего что вести же дух верит вокруг тебя тысячи спасутся вы же вы же сами своим примером показали как вокруг вас тысячи спасаются говорите что такого не может быть вы же вы же сами тому пример но во первых я не мирный в их понятии потому что я многое говорю то что не нравится власти советской за что меня и сажали так что меня назвать как некоторым мирным лапкина с большой натяжкой можно потому что он обличает попов я обличал патриарха каждого из них тут просто в этом ракурсе ты больше не найдешь никого кто писал в обличительные письма всем патриархам начиная с пимина это чего-то стоит так алексей первому еще до пимина это одно я ни о каких тысячах не говорю что кто-то спасся я просто работаю спасали хоть один я не знаю я не знаю вот я работаю в тюрьме конкретно по преступникам и что успешно я не знаю но и думаю что мало у кого такой успех как у меня почему потому что сердца людей открываются они меня принимают не как папа как зэка как каторжника они знают что я знаю что они думают я для них вот такой вот как есть прихожу и они меня иначе как отец игнати не назовут а рядом сидит и романах засима но не засима его михаил звать они его только мишкой пинками за совращение малолетних вот это голубое а я ему потом выхожу и помогаю я выступаю по рации у них в каждой камере динамиков нету я веду радиопрограммы объявляю мне нужна помощь не нужны динамики к утру у меня в радиостанции 56 динамиков уже стоит вот такие как там подкручивать и угол громко сдавать 56 это сколько за стоимостью а то ему америка помогает мне помогает наши русские граждане города барнаула и я уже дальше загружаясь и везу в тюрьму по камерам у меня единственного был доступ к смертникам тогда еще смертная казнь существовала а почему у меня близкий человек друг прокурор края генерал-лейтенант параскун юрий федорович понимаете бог так делает я никто и меня бы не задушили в лагере с детьми если бы не он но кроме того начальника дела юстиции самый близкий генерал-лейтенант представитель краевого суда генерал-майор и они все помогали все я уж не говорю бар города бар города бар входящий в десятку лучших мэров россии баварин владимир николаевич и они никуда тут баварина приезжает ко мне на дом ни один раз вот пускай они покажут а ты хвалишься есть чем хвалиться хвалящийся хвалить господа мой господь располагает сердца людей а как-то узнаешь а написано если пути человека уводны господу тот врагов примеряется его это были не друзья не садили меня они садили меня а теперь они у меня друзья за одним столом это бог делает а те которые ропщат у них ничего нет я могу только пожалеть их у них нет и детей еще не знает у меня тысячи детей прошли за 41 год ни одной аварии ни одного повреждения ни одной серьезной болезни простыл где-то так у меня для него лекарства и какое-то мед вот приезжает девочка у ней спиной там позвоночника рак врачи признают она ее прислали без разрешения у меня лагерь не оздоровительный а трудовой но она приехала издалека я ее за тут задерживаю через барнаул я оказался здесь я ира не могу тебя взять слезы которая сопровождает их на что делать игру ну вы не по назначению прибыли так у нее понимаете у нее тут показывает мешочек таблеток разных я говорю мои условия вам не подойдут а какие мы выполним первую очередь сейчас на моих глазах уничтожить все лекарства так она без них вот видите разворачивайте сидите нет ну вы какую-то гарантию можете дальше с ней будет какую я гарантию могу дать то я своими соплями не разберусь я знаю что надеешься на бога получает очень много они согласились я говорю только не прятать а уничтожить она бледная как полотно сама тоненькая как тростинка ей на жаре нельзя играет учту я ее нигде не выпускаю она внутри но она с ребятишками везде настольные тяги пытается играть она занимается она интересная девчонка оказалась а потом стала просить окупаться под покровом зонтик над ней платочки раз другой третий наконец она все долой а можно я со всеми буду играть там футбол она поехала это абсолютно другое у нее как яблоки на щеках они начинают а он связан гипнозом он вроде воскрешает мертвых я вот так в первую очередь умер шляет а потом воскрешает я не умею ни того ни другого я просто люблю моего христа люблю очень сильно и может быть немножко чуть-чуть люблю людей потому что любить ближе как самого себя себя я не люблю получается я лишь топ проголодь топ прохолодь голодный и холодных ближе бы я большего дать не могу и те которые ровчат ну чё они только увеличить мою похвалу перед богом тем более для меня это стиль моей жизни в этом не нет никакого труда да со мной нелегко жить я понимаю когда температура падает до ведра угля господь повелел так отныне сарсия божия силой берется господь сказал одни яда крестителя силою и апостол павел говорит об олимпийских играх бегут в ноги на ресталище на награду получает один не первый не третьими только одно первое есть место и так бегите что получить а далее себе горит я не просто бить руками махать но бегу как наверное я это взял себе эпиграфом моей жизни есть такое чего я ни у кого больше не видел для всех сделал совсем вот пусть они меня и ты тоже в том числе поищи мне такого человека одного для баптистов как баптист для адвентистов как адвентист для православных как православные всюду оставаясь православными все знают это и причина одна чтобы приобреть по крайней мере некоторых и чтобы это вывелось именно в приобретение чтобы оттуда люди пришли чужой среди своих во мне сыграло так как может ни на ком самые самые дорогие православные они больше всего меня грызут и что наградов я ничего не имею против они ничего не знают что они делают даже не понимают что творят у меня нет претензий ни к кому что они говорят я понимаю это его уровень на это избран и он другим быть не может то есть он может если он родиться свыше пока они родятся свыше ничего не будет это он умом своим решает и меня он ненавидит почему а господь говорит возненавидели меня напрасно я вижу что мой путь угоден господу он позволяет мне быть ненавидимым напрасно напрасно и я вижу я не ошибаются почему такие они они не могут быть другими у него как говорится другая планета у него другое место другая ячейка он на другое запрограммирован с меня бог спросит по полной шкале вот люди говорят я знаю стал священником иеромонахом потом женился потом ушел для меня я понял штук не будет вот этих игрушек когда я обратился тогда у меня было до стихотворение об этом за мной горят мосты хочу увидеть вас в одни христовой пасхи это я родным писал мне назад пути нет это было в день 27 сентября 1500 1962 год когда я склонился перед богом я сразу почувствовал что с меня грех снят я сразу почувствовал меня бог избрал моя миссия известна и бог показал мне назад тебе ходу нету нету еще не все знают от чего я отказался не знают об этом до самые близкие даже самые близкие слишком велико то чего я отказался и мне страшно об этом говорить знает только о счастье и это я принял за себя с первого дня вот и все некоторые глядя вот на вашу как говорится вот эту индивидуальность вот глядя на ваши таланты говорят что он создает культ личности вот люди вокруг него собираются и чтят его как личность вот давайте посмотрим скажите с культ слова личности теперь скажите сколько человек которые считают что культ личности которые не недалеко а рядом и посчитать те которые было сколько стало врагов из них какие были суды с ними когда они творили всякие пакости у вас во сне этого не было вы говорите культ личности до боли и попираем и унижаем и трудно найти вообще не у нас только намного дальше чем лично обо мне самые близкие люди которые восставали я должен был все перенести немало не смутиться знаю что моя ячейка мной занята иногда говорят так убирает меня начали да я за свое место не держусь я уверен такого человека нужно немедленно до обеда убрать я не имею никаких должности а мог бы иметь мог мне бог давал это если меня вызывает с горкома партии вызывает тогдашнее кгб и как правило беседа заканчивается одним эх игнатий тихонович были бы вы с нами какую бы вы пользу нашему государству могли оказать понимаешь это кто первый секретарь горкома партии до начальников до генералов и я понимал что это так я говорю нет я не могу меня бог избрал сделал другим если бы был с вами а таким бы не было я бы спился и умер уже я был подобен вам вот они говорят вот культ личности какой где покажите где конкретно где ты зайди только в интернет посмотри как поносит следы помазанника твоего как злословит при том абсолютно ни на чем не основана это это зависть я понимаю против зависти оружие никакого нет кроме как плен плен зависть исцеляется пленом когда у людей бог у завистников отнимать все что они имеют вот мы считаем седьмая глава деяния апостолов говорит последнее слово свое на этой земле первомученик стефан и дальше он говорит его слушает внимательно и играть братья по зависти продали иосифа а братья знали в это время когда продавали его мы иосифу да они бы до обеда смеялись кому завидуют а пацаненок до чем завидовали тус раба день говорит какие слова но мы знаем дух святой сказал по зависти он был не такой как они да он был унижаем но он был любим отцом более чем они я могу похвалиться меня отец мой любит больше чем вас потому что слишком многое мне дал а что самое главное самое главное что я не злюсь на вас и не завидую вам и прощаю вас это от бога мне награда если бы на каждого врага я начал злиться меня бы до обеда не хватило а я вас за всех заношу в свой список и молюсь и молюсь долблю а потом враги эти приходят я выхожу из церкви они падают на колени меня за ноги хватает целую ты прости меня я против говорил я еще придумаешь то где ты говорил да я везде против вас говорил я говорю а зачем говорю да настоятель войтович отец николай говорил вы такой то ну еще ты говорил а я не знал ты чем сегодня занимаешься ну чем я занимаюсь ну как всегда не разговариваю от бабка я сегодня прихожу ей дрова пилить чтобы обязательно здесь был товарищи приведи мы должны на зиму обеспечить дровами все он у меня друг а они начинают злиться теперь на отца николая а его раз и подкусил дьявол его обвиняют в измене жены и такие клеветы пошли он задохнулся в этом а я веду занятия на фабриках на заводах в милиции в университетах я сразу же провел расследование в течение одного дня через друзья неправда и везде стал говорить и заканчивать этим в течение одной недели ситуация в городе была полностью изменена так он когда узнал вы посмотрели бы на него закрыл вот так лицо и сидел вот не мог понять как так помощь поступила с той стороны куда он бросал только оплевки кожурки когда соправлялся туда а меня это не касается за это ты ответишь а за мои слова я буду отвечать но он меня причастил когда я был в тюрьме и это все перекрыло он приехал когда в тюрьму предваритель меня исповедовать как ты тут я вот у меня пост сегодня третий день у да вы что да это разве боже это тут туберкулез я знаю но я готовлюсь его нельзя этого делать но я говорю хорошо я поем взял сухарик сел пост нарушил дальше его готовят готовят меня исповедовать а там в камеру проводит тогда телевидение не было кабинета этот выходит на улицу и через награду видать это как бы за пределами самой зоны а у меня жена там ходит и она написала везде аппаратурой написала и идет вот так вот расстегнула и там написано опять закрылась ничего нет надежда василина герои веры а я еще бы говорил то на исповеди я каюсь перед ним я перед богом моим я говорю отец николай самое то тут вот что такое то я сижу в тюрьме а я не исправляюсь а как так ну я прав оказался они ограбили народ коммунистов они не любят народ они обманом пришли к власти о чем я говорил я еще больше убеждаюсь в этом нельзя так ну тут вроде не выпустят ну как хочешь но по-другому я не могу быть и он понял что и против него я буду воевать когда выйду но он меня исповедовал причастил царство ему небесное он уже отошел эти люди ничего подобного не имеют биография их тусклая она никому не нужна а за моей биографии гоняются переписывают сейчас опять спрашивают а нельзя ли достать фильм о вас снятый в оригинале слишком уж ну едва едва прям различаются лица фильм то занял первое место в россии златоуст потеряевки потеряевка деревня златоуст мое прозвище я групп я поговорил режиссер кузнецов владимир сергеевич он работал в администрации алтайского края поехал москву и обратился фонд а я ему выдали он режиссер он нашел главного героя составил фильм получил премию они выговорят фильм кому принадлежит он говорит ну кому госфонд страны мы все вам нужно копию снять из архива заплатите 150 тысяч рублей какие у него 150 тысяч на режиссеру который составлял проект как приехал уговорил меня что я снимался авто первый фильм снимал котором точно также у меня тут уговаривал уговаривал больше месяца занял первое место международном киноконкурсе это я культ составляю личности я говоря кто там присваивал но это в югославии золотой витязь там было где-то три епископа православных профессора в гика они тоже там участвовали и присвоили первое место когда 1 2 3 были распределены а эти опоздали и когда это показали по уговору он сразу сдвинул все остальные и мне теперь говорят да вас фильм вообще бы никакое место не застал как бы не главный герой он вытащил весь фильм я их создаю этот авторитет а он нужен у меня больше нет них а он пиарит себя да вы слова это не знаете пропарились этим пиаром а мне думать некогда это бог так сделал я дам задание все вместе соберитесь кроткие смиренные и начиная от президента и создайте фильм который займет первое место международном киноконкурсе документальных фильмов ну что слабо вы вы говорите то маленько думаете в силах или нет священник выходит здесь отец николай бурдин и лапкин за американские доллары закупил все телевидение закупил я ни долларов не видал ничего то есть у них никакой меры не дальше выходит еще надо крепче сказать а наши люди стоят там польгуева а знаете есть такой лапкин он жену бросил он с молодой харизкой убежал из барнаула а я здесь же барнауле жена рядом стоит папы папы вот это аура у вас я создаю это вы создаете авторитет а когда все узнали там папа то куда на руках на ногах выносить надо они готовы вчера и гнать и видео в церкви стоит женою и все он спился спился и начал видеть другого они еще не могут сделать зависть сжирает человека пилат судит и говорит знали что предали христа и зависть и ни один первосвященник ни один фарисей никто не знали про это кому этому плотнику то мы обманщику завидовали бы мы да не мы не знаю что сделали с пилатом пилат знал и мы знаем что это справедливо они от зависти это говорят на меня у них ничего нет но вы им скажите на него это не действует у него очень сильная антибиотики вложил меня господь 51 год назад молитесь за врагов за обижающих вас молитесь не проклинайте и и поэтому собирается люди первые лица нашего края генералитет с мэром между собой гутарят и говорят более счастливого человека чем лапки не знаем недавно выходит один кто-то шалаховед и не какой-то строков профессор там академик и и слышу он где-то выступает и на считай надписи я встретил в интернете человека счастливее которого вселенной не встречал вдруг серебряницкий какой-то писатель обо мне пишет пишет здорово там связь мою с францией что я уверовал чиржана вальжана более игры счастливого человека не встречал упустили без без договора чтобы их признали счастливыми я глухой глаза плохо видит зубов нет а я счастливый у меня дядя говорил так я-то никто а друзья то у меня какие бог наградил меня друзьями один из них передо мной это бог так делает я знаю что без бога этого нельзя сделать поэтому они еще пей делают я делаю то что я умею вот об антибиотиках вот вы вот говорите вот господь не вложил дал такие антибиотики что же получается если господь не вложит антибиотики то самому самому и не добиться такого горения вот такой любви самого не добиться 15 глава 5 стих евангелия от я на без меня не можете делать ничего эфрем сирин был очень гневливый а стал одним из самых кротких пустынный соловей прозвало его церковь моей жизни было то что даже намека не давала что я стану верующим из десятерых наших детей которые у отца с матерью были я самый неподходящий кандидатурой был для избрания я не подходил ни по одному параметру к этому я говорил что у меня одна была задача только стать террористом и отомстить коммунистам а вот бог так сделал а другие не были другие нет не болит я просто команду из нее готовил тренировал я была всегда беспощаден к себе как архметов что делать черзишевского для меня это был герой я знал цель свою дури много надел в жизни а какая твоя дурь сеттой а что-то он сделал не беспокойтесь я знаю чего ищите связи с женщинами не было ее ни одной но когда шла война в алжире я пошел записываться добровольцем в регион французских дурья ничего не придумаешь но я тренированный был очень очень тренированный и непрерывно тренировался в кружке бокс стрельба записан был и мне нравилось это все я жил всегда азартных азарта в смысле том что совершенно невыполнимая задача стоит передо мной и я брался за нее представь первый месяц в армии меня определяет подводный флот это какое здоровье это ты понимаешь нет чтобы я по всем параметрам подхожу то минуты нет учебка идет владивостоке а я одновременно в это время занимаюсь изучением английского языка минуты свободы нет для меня это не не пример и уже через четыре месяца я начинаю разговаривать по-английски в армии я тут же ищу кто есть кто занимался и наконец в одной части нахожу такого человека арабов валерий если бы я его нашел вот как господь делает и тут же в армии одновременно начинаю заниматься французским языком самостоятельно вот которые завидуют скажи вы такого еще встречали или нет не я создаю культ это жизнь моя такая вы называете культом а мне когда об этом было думать я иду к начальству добиваясь разрешения какого какого успокойтесь не во вред службе чтобы мне разрешили на день час раньше вставать а зачем мне нужно я нахожусь недалеко от окинавы я нащупал там хорошая чистая передача на английском языке я надевала наушники и целый час нахожусь на столе мне это необходимо а еще кому никогда и никому я больше даже этого не слышал не слышал даже я избранник у бога перед тем как меня обратить бог меня сначала перетирал везде у меня сделал другим я уже был не таким как все меня не интересовали танцы пирушки друзья совершенно не интересовали а какой его какая страсть ломоносова спросили год учиться учиться еще раз учиться это ульянов повторил тоже чужие слова у меня другой страсти не было это самая большая страсть и вам это нужно было теперь как решать может быть и не нужен однако вот это вот вещество серо я старался развивать все время чтобы она не дремала только вышел оттуда я сразу же начал увеличивать то что у меня есть потому что в армии доступа большого не было и бог дал мне такую должность в армии которой я больше не встречал ни у кого а как это может быть понимаете у всех загадка у меня была увольнительность 1 января по 31 декабря вы сегодня скажите скажу дурью маются старик такой нету есть техник смотритель воинских зданий ракетный хвост дальнего востока вот какую должен мне бог дал и мне и фретор и не присвоили мне сразу старшину минуя все эти лычки а почему значит начальство тогда в армии когда еще не знал евангелия уже что-то во мне видела и я ездил совершенно свободно по дальнему востоку ни перед кем не отчитываясь и приезжал уже с материалом какие здания где ремонтируют где снести каким офицерам нужна помощь да я там уже допускал какие-то ошибки еще спрашивать зелено зеленороты да я не но я не воровал нигде я ни одной копейки не своровал никому не подыгрывал я теперь я понимаю в одном месте я мог быть по-другому здание списанная почти но она не списанная была она просто покинуто было и который был поставлен сторожем он разбирал и перетаскивал доски домой я приехал разведал все и нашел я должен дать отсчет старик это узнал он прибежал ко мне и говорит не надо писать то тут меня тогда все а что я напишу с меня требует отчет я мог не написать а я написал по сегодняшний день меня мучает это я написал что именно он там разбирал что с ним было я не знаю но я мог не написать просто прочерк сделать не знаю да и все меня тоже совесть мучает такой вопрос тоже по ходу называете себя не кротким человеком да вот а господь заповедовал будьте кроткий и смиренный сердцем вот и вот и где же все-таки найти то вот это чем она должна выражаться вот эта кротость и смирение кротость и смирение в послушании богу больше ничего кротость и смирение это не монашеской руки между колен и головой туда же господь говорит придите научитесь от меня ибо кроток смирен сердцем евангелие от мотфея 11 28 вот и у него я должен учиться он обрещал обрещал змеи порождение хеден я этим занимаюсь вот не знаете какого духа я это повторяю огонь ни на кого не свожу молюсь за врагов кротко переношу позор гонение что они делают пока это касается просто меня как человека но если они нападают чтобы низвергнуть меня что я не был начальник лагеря человек я не держу свою должность я продолжу ту мысль я говорю такого убирать надо сразу я староста в общине во первых общину господь образовал образовал через меня детский лагерь да это от бога через меня я создатель его и меня просто так убрать нельзя я уйду только в одном случае и все сразу какой готов сегодня же уйду вот это да мы боролись если вы найдете кандидатуру которая будет делать все что касается лагеря общем лучше меня все сразу отступают а еще вы знаете как я делаю я даю сто процентов этому делу лучше не хуже я буду бороться а вот на вас нападает и они там говорят несправедливость вы как отвечаете на этот удар я в серии ударов отвечаю всегда не одним ударом а серии ударов почему они нападают не в одиночку и господь их разносит как щепки в половоде праха не остается а почему они стараются разрушить общину воюет против церкви разогнать детей составили там фильм показали и по телевидению показывать меня на днях ну буквально дня три назад говорили они взяли вот этот фильм который против вас показывали может где-то он сохранился чего все началась эта раскрутка потеряевка изнутри или наизнанку что такое я говорю он есть где-то есть где-то в близких мне людях ну я подал в суд судились и они все были разогнаны они заплатили опубликовали там ну то есть стопроцентная ложь была но если бы это давать в эфир оперы для чего неправда когда уже все есть хотя я не против но мне зачем это нужно неправду распространять доказано ничего этого не было а они не останавливались ни перед чем дети да там над детьми издеваются там садистский характер ну то есть что угодно но не было ни разу педофилами называли один раз был милиционер хороший милиционер то я знаю там и они представителем совета что ли выходили и кто-то услышал это слово они машину я их оттуда вытащил так скажите вы эти слова говорили нет я тех людей вы уходили и бы слышали такое слово сказали да нет ну мы сказали что если бы тут был педофил это тут бы сколько было исследование того тут то и я вы понимаете а просто так вас не выпущу я вас запущу сейчас в лагерь вы должны побыть здесь и тогда уже сознанием дело будете наказаны я отвечаю серии ударов милиционер что вы что вы а потом а маленько помнился сорвал траву коноплю знаете вот по уставу я могу против вас уголовное дело воздвигнуть что вас наркотик растет я говорю вам надоело спокойно жить он засмеялся нет и мы с ним хорошие друзья остались я не позволяю шутить с этим когда меня ты толкаешь конопаты беззубый там глухой это никакое значение не имеет называет а меня кем угодно но когда ты касаешься дело которым я занимаюсь а дело это богом мне порученное я его так вдруг не выпущу а кротко и смиренно буду переносить все нападки которые касаются меня лично меня как человека вот что означает а так как я прошу у бога кротости и смирение вот простой вопрос когда стали приготовить так называемый акт о каноническом признании с московской патриархии зарубежной церкви то мы сразу написали в синод зарубежной церкви здесь что мы против объединения с кем соединять это сталинско-беревская структура сергиевская декларация погубила все и они не раскаялись а в этой связи экуменизма когда они шаманами поднимают статуи там кирилл тогда везде был гоняев мы не можем соединиться но если решение будет принято а признание мы починимся давайте заранее молиться чтобы нам не забунтовать чтобы кротко принять то есть еще ничего нету я сказал молиться надо чтобы мы не выродились секту такие слова вслух кто будет говорить о себе я говорю потому что я обязан говорить я просто должен это говорить и так и получилось что мы приняли все и остались целы и никуда не выродились есть священцы есть пископат вот что же получается тогда сегодня православие такие ложные понятия вот а то и же допустим кротости и смирении что же вот я допустим начинаю в интернете да против кого-то выступают там говорю он не так делает и он амнирует ты замолчи ты и что ты ты полюби его ты и сноси его там все немощи вот не лезь никуда будет бог сам разберется вот получается что нельзя молчать нельзя молчанием предается бог прищах соломона написано спасай взятых на смерть и скажешь мы не знали а господь разве не знает прямо об этом говорится на это не надо идти я обязан высказаться я против а вот вас возьмут и кто-то ваш будет арестован и воду где-то вы можете поручиться за него смертельной опасности должен в пределах возможности поручительство нехорошее дело сирахов говорит но иногда приходится а человек тебя подведет сделать скитальцев из-под тебя все вытащит под какую-то сумму это может быть дом мой придется забрать все но под это я не пойду пусть он сам отвечает тогда за себя я в пределах разумного могу поручиться а он подведет вас меня бог не оставит сирахов говорил ветхом завете я в новом меня бог не разу не покинул я не оказался в посмеянии я просто надеюсь на бога надежда моя вера моя глубочайшая у меня нет предела где бы вера это заканчивалось и сказали дальше я не верю пусть бог не говорит меня обманывают я никогда не скажу так я верю мой бог силен и мертвого воскрешает кроткость и смиренно смиряние это смеет смириться перед чем-то вот обстоятельства которые идут я смиряюсь революция пришли сюда другие я смиряюсь перед этом от коротко я приношу отношения себя не отомщая не всите за себя возлюблены мне отомщение я вас дам говорит господь я ни разу ни одному человеку не отомщал никогда я призывал к порядку к извинению так называемая сатисфакция удовлетворение они не начали на это потому что они в газете оклеветали меня против лагеря детского я подал в суд и шел в суд что дети спят мальчики вместе с девушками как я могу такое терпеть это разрушение лагеря это вопрых не соответствует они все поплыли пришли родители которые детей сдавали и самые самые лучшие похвалы дали родители вот это самое то авторитет как они говорят и там культ личности это вы мне создаете не я этот вопрос мне задали когда я был в америке как вам кгб помешало мне никак они сделали меня известным боятся слова культ личности культ объясните что такое личность слова вам понятная личность я личность я не мусор перед богом а культ культивирую я его не культивирует а вы вы создаете культ личности а если бы этого не было у меня вообще бы никто не знал я просто скажу просто потихоньку я не профессор московской духовной академии как осипов я не кураев не профессор не могу о себе сказать я не священник москве как смирнов то есть я никто их все время пищатают создают гонят я говорю на уровне своем я сторож и печник вы меня сделали таким и говоря на этом уровне скажу покажите у кого есть такой сайт как у меня сайт вот он передо мной во свете библии да еще он какой готовите вы ну пусть покажут их много там соберитесь вместе и создайте я не говорю про фильм это никогда не создать но то вы создаете но во свете библии я не создал бы если бы я не дал материал загрузку провел я на его контуры создали другие дальше вот она сейчас я покажу наш форум видать его пожалуйста ну и что на то что вы не можете создать такое у меня он есть так это не все я могу показать еще одно из чудес которые господь позволил мне иметь конкретно вот пожалуйста посмотри что это такое внимательно гляди сейчас открывается православный видеоканал открытым оком во свете библии семьсот восемьдесят подписчиков двести двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать два просмотра но и сколько здесь тысячи пятьсот шестьдесят видеороликов наших и чужих и пускай из простых людей из простых то есть ну которые никакой должности не не обладают и пусть они покажут создадут такое есть чем похвалиться так а как да не надо какать мы слишком много уже какали вы создайте я не нападаю ни на Кураева ни на кого у кого есть что-то лучше но тысяча пятьсот шестьдесят видеороликов что-то говорят или нет если люди находят утешение двести двадцать четыре тысячи четверть миллиона просмотров если семьсот восемьдесят человек у мирянина подписываются наверное что то это стоит что я буду это ложью скромности уничтожать себя я хвалюсь моим господом а вы внутри не чувствуете удовлетворение обязательно же чувствую благодарность моему господу как бы ни друзья ни близкие то они создали да материал мой но без них я бы ничего не сделал я могу сказать во всем этом работа моих друзей но с ними рядом был и я это ответ мой всем которые ну чем-то недовольны которые пытаются что-то опровергать там или как-то сказать выказать свое недовольство вот мой ответ керзону как в свое время советские молодежные кружки отвечали англии мне сегодня ссылку дали сейчас даже вот есть батюшка такой один он из америки знаете такой схемандрит и айкин я его брал пар он там болеет что-то руку повредил упал так вот его материалы у меня поставлен на форуме уже давно стоят я слышал о нем но вернище я не встречался я знаю знаю как раз этот ролик у меня стоит на форуме я это знаю наши ролики это форум непростой 1548 тем тем разных это тоже что-то стоит да каждая тема это десятки страниц вот громаднейший материал тут все есть но тут уже есть другие ролики кроме наших и кураева и патриарха и всех и папы римского Игорь Тихович ну вот люди просто я почему вот поднял такой вопрос люди же совершенно не знают что в чем польза вот общин таких вот вот не могли бы вы немного рассказать почему полезно создавать такие общины А мне никто не объяснял это почему я должен объяснять человек который вырос сиротой в доме сиротском и потом был бомжем где-то под лодками ночевал ему нельзя до конца рассказать что такое семья я в семье родился большой семье у нас бабушки были дедушки были хотя не в полноте кое какие умерли раньше точно так же и в религиозном плане у меня есть тот от которого я духовно родился у меня есть день когда я родился свыше был день когда господь духом святым дал мне новую жизнь пусть они эти люди про себя расскажут Павел мог сказать когда он обратился и пал на пути в доме у меня такое же было обращение и стало превратил в павла они не могут этого сказать и что такое община ну я расскажу а что толку то пусть они создадут общину но от некоторого то у них община я говорю рад познакомиться и гляжу живут как мирские сережками без платков женщины в брюках а у вас вот это строго это культ личности я эту знаешь мимо прохожу я не хочу этим словом даже называть что это означает они ничего не могут создать у нас порядок чистота целомудрия только совершенно неразумный человек может говорить на женщин которые одеты в платки когда волосинки не видать так одевались всегда русские люди во первых не религиозные как бы даже посмотрите картины поленова сурикова репина ну маленько то раскройте глаза посмотрите тогда фотографий то не было нарисовали то с натуры все были с поясами у нас все до одного и один за заходит и говорит я все понимаю я в семье не могу навести порядок у лапкина даже дети все одеты как он мог этого добиться я понимаю вот это удивление уже говорит что человек начинает пульсирующую жизнь показывать где-то они не могут ничего создать а здесь конкретно община общая цель но самое главное есть одно правило которого нет во вселенной которого не было за две тысячи лет ни у кого как вот так можете говорить ну найдите докажите нельзя звать к себе да как вы вот так нельзя звать к себе у нас просятся к нам и пока вот вы сколько находимся общины ни разу ни одного человека не было которого мы приглашали заходи к нам или приходи переходи к нам мы не вербуем не ищем я еще повторяю когда вот который брал у меня антирю недавно там года мои богатства тепляков и он написал в общину лапкина попасть нисколько не легче чем отряд космонавтов а я скажу труднее намного в отряде космонавтов могли люди быть матерщинники у нас нету у них могли быть люди не верующие у нас этого нету в отряде космонавтов были люди которые были женаты не единожды могли быть у нас этого не может быть мы запрещаем это вот и все создайте общину подобную как стала пугачева нападать на жириновского он говорит я создал партию когда вообще никто рта не раскрывал то а вы певички что создали то я такой как есть этим я интересен я могу сказать он прав когда нападали на организатора такое общество память была васильева дмитрий дмитриевич его обозвали фашистом и у него крупная статья появилась я фашист этим я интересен вот интересно вот я сейчас задам вопросы скажу люди вы васильева знаете узнаем антисемит такой антисемит значит непробиваемый только евреев ненавидит да а чтобы евреев стал любить вы могли это сделать или нет кто васильев маленько то думать еще вы говорите я говорю так вот я ничего не говорю меня туда приводит к нему кажется осысоев демитрию дмитриевичу я стою в это время разговаривания было сих и он вдруг дверь отворяет выходит я даже не поверил я услышал ваш голос вы эти понимаете ваши записи вы все эти голос годы годы слушали и нам казалось это голос с неба это кто мне культа создает то голос с неба я стою перед ним и он мне не враг он теперь слушает а я как раз говорю за евреев то есть я годами долбил ему суда не я святые отцы через меня через вот этот рот мой ну у меня интересная биография просто я говорю не о всех встречах и вот об одной из них недавно идем и тут небольшое здание какое-то коммерческое а я говорю а здесь была поликлиника глазная ну ладно и было человек молчит я говорю а недалеко здесь сектор такой личных дома стоят и я здесь много работал пищи делал ну и когда отбиваю что бывает я ответил от кирпичика и попал пол кирпичика в глаз ну там щиточку и я был в этой больнице людей это не трогает нисколько ну мало ли пищник работал ну а дальше именно только у меня было я одним глазом в очереди стою и смотрю что там есть и вижу на стене такой стенд и висят маленькие брошюрки брошюрки страниц по 170 это довольно большие современной религии я открываю 14 религий православие католицизм православие пишет титов католицизм чедлов вот и всяк я могу называть даже где белов там и вдруг считаю по порядку гляжу какие у а у меня уже кое-что было но есть такие у них там духобора у меня не было адвентистов 7 не было кое-какие по две было и и когда я зашел глаз мне начали там доставать пол кирпича вот я говорю а это что висит у вас сам это это висит никто не берет а можно я вам на замен принесу такую же берите кому надо я тогда также проколол на веревочку принес а эти забрал у меня целая серия была и вот концовка то такая интересная ни у кого ее не было такой во первых никто так не будет интересоваться тем более с поврежденным глазом идти да на обмен пускать понимаете у меня само получается так а потом это я выставлю потому что они выпустили одним тиражом больше их нету но это не все я из всех брошюрок этих нахожу самое лучшее самое хорошее это метрохин лев николаевич профессор баптизм настолько хорошо написано так вот в том то моя и разница что я не такой как все я еду с магнитофоном магнитофон наконец достал который от батареек пишет его в сумку и он приходит на встречу к памятнику пушкина москве и я его записываю я говоря как вы узнали это были где там кто я был я построил костромской мужик сидим разговариваем вот какое дело дальше это мое уже было книгу написать и он кирпичик отлетит это кирпичик за это отвечает а вот теперь заинтересоваться найти в москве и записать его вот это вопрос мне было всегда это интересно александр мень такой ну и что дальше а я еду к нему с магнитофоном и одну за другой беседы записывая потом в интернете на всю страну идет много таких нету есть проповеди его а его проповеди у меня 16 часов звучания только это мое мое это культ личности вы не успеете ноги подставлять за моим культом у меня подкован на 12 гайках заварены я вам показывал как и я его записываю александр менее и он и смеется за микрофон хватается но тогда видео не было видите у меня все интересно потому что бог так делает богу моя нищета не помешала и в этом нищете не загнулся и никогда никому не завидовал поэтому я все другое и на тихо я знаете вот эту забуду сейчас скажу я еще знаете о чем подумал вы знаете что у александра менее есть тоже много наговоренных и вот читает он много книг у него и проповеди тоже не знаете что думается он начал записывать после вашего посещения начал на пленке все записывать тоже да мало того когда я здесь серию передач ждал наши записи с ним я вел три радиопрограммы они очень популярны такие были и стали говорить это как вы посмели с александром менее спорить правильно нельзя спорить спорящие со священником осуждаются но вы не можете спорить я могу опять он возвышает как себя а почему да потому что он живой был я живым спорил а вы мертвого будете долбить когда он не может за себя заступиться вот почему не потому что я другой я ему противоречу когда мы сидим друг напротив друга и он пьет чай мешает вот почему и я не соглашаюсь я говорю если бы вы знали что за то что вы говорите будете в аду то как бы вы поступили с тем что вы написали есть моменты которыми я категорически не согласен он прямо не говорит а говорит у меня есть своя печь асвенцима я недавно две тысячи страниц там сжег маленькая автодава так это все теперь у меня сестра кубайкина галина иванова перепечатает с пленки и она помещена на моем форуме сюда только запустите вот православную форму игнатия лапкина и там александр мень поисковик вот общая справа написано володя покажи где зайдите на наш форум а вот справа вот я не завидно нет чтобы видно было общий поиск только нажми его и сразу рамочка и запустите на слово александр мень просто словом мень даже не надо другого все и наша беседа с ним это то что сохранилось после того что кгб у меня уничтожило они уничтожали все у меня все другое еще раз говорю у меня все другое я когда когда слушал вот эту беседу вашу с александр меньем я уже не думал что вы там живых есть я думал о вас я себе думаю да я бы не решился с таким человеком встретиться вот это я вот еще лет сколько лет назад я вот так вот и себе размышлял то есть о вас в то время он был популярен очень я-то говорил не для того чтобы как вот бывает один какой-то пришел и жириновский берет интервью а сам его уничтожает и он его там бьет там телефоном гонит и прочее я говорил с ним по достоинству зная кто он но задавал вопросы касающиеся еврейского народа он еврей что это означает как он учился какое было обращение то что сегодня люди хотели бы узнать но нигде не узнать и вдруг я встречаю в интернете там его сторонники которые все собирает мы встретили такой материал это два человека встречаются разные а насколько интересно ну александр мень это энциклопедист высыщайшего класса и кто я у меня нет образования никакого 10 классов и строительный техникум еще сравнивать то но он со мной разговаривал не как шея у него под куболуком был он именно все подметил я могу это говорить допустим глеба якунина затолкли там он такой у меня интервью с глебом якуниным с микрофоном 16 часов еще не опубликовано нигде глеб якунин это исповедник христов за веру христова отбывал якутских лагерях 7 лет это герой веры россия потеряла его не оценила его у меня есть такое стихотворение когда никого не нашлось чтобы за лермонтова стать на его место за пушкина в опалу пойти за достоевского вы к себе перемерьте это готовы пойти на это или нет они просто в ладошке похлопать автограф дайте мне и я какой бы вопрос не коснулся демитрия дудкова у меня с ним беседы проповеди у меня все записано почему я этим интересовался я там не был чужим не был и это у якова кротова все описано подробно это я говорю а говорите ну я не буду говорить все я забыл вы довольны будете ни одного слова не скажу даже понимаете к чему подбиваете то хвалящийся хвалить господи а что хвалить я просто рассказываю а что вы умираете то потому что те которые вот так говорят что то против у них ничего нету за душою они этого не знают они на край моря не поедут недавно с одним я вот тут познакомился и он говорит это еще одна грань вашего таланта открывается и какая грань таланта орнитология я люблю птиц это первая книга 500 страниц которые я купил про птиц я с детства люблю их наши которые пасли на полях они просто коровы и трава больше ничего нет а для меня это был особый мир я знал где какая птичка когда она села парить чем она питается я я наблюдал за ними у меня есть трибины были я учил их они у меня летали садились на руку я люблю это дело мне это близко все орнитология и я с магнитофоном по горам по другим республикам по озерам ездил чтобы записать ну найдите мне еще такого мы совершенно не по делу вот люди говорят знаете вот эпистолярное наследие у льва толстого а почему у льва толстого у меня тоже есть то есть письма писать у меня кгб когда сжигали то мне говорили показали высотой метр примерно две таких кучи во дворе краевой прокуратуры сожгли кучи там были письма моих дядей три дяди были по матери на фронте террористами были все погибли оригинальные письма пишу на пеньке завтра мы уходим дальше говорит отомщу за брата филарета фашистским извергом этих писем нету они сожгли их ой 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 и теперь когда сожгли я вернулся в восемь шестом году у меня снова накопилась переписка по шестьсот пятьдесят страниц семьдесят семь томов они переплетенные как настоящие книги ленина стоят это особая грань как агро я считаю это естественно надо хранить прошлое я недавно я все время храню беру газеты разворачив полный разворот газета правда комсомольская я отдельно и я храню архив для будущих поколений написал не трогать для будущих поколений я замерил тринадцать с половиной метров высоты пальчики тринадцать с половиной метров семьсот пятьдесят килограмм а отдельно журналы которые я переплетал там юный натуралист и другое это еще пять метров около трех тысяч томов я переплел и реставрировал вот этими пальчиками ну пусть кто-то покажет конкретно а когда зачем зачем спрашивает моя жизнь я в это время переплетаю думаю культ личности составить ой бы культ личности составить вот работает одну печь делать четвером это четыре дня вдвоем я за день две делаю только делаю думаю как бы мне культ личности составить как бы культ личности построить еще сказать то это уровень человеческого развития я ни разу ни о ком об этом не подумал ни о Жириновском ни о Рамзане Кадырове ни о ком это его жизнь и он по-своему оригинален очень грамотный Жириновский да говорит иногда не то но он озвучивает то что ни один из депутатов не говорит в нем надо это увидеть да он как проститутка политическая то другое ну какой есть он говорит я такой как есть не надо это нам нужно заботиться о себе и молиться о нем я вот сегодня молюсь о Януковиче Викторе сегодня утром молюсь потому что знаю что там у него там было как отнимали там чтобы господи дай раскаяться чтобы его не пристрелили теперь этот Виталий кличко идет тоже молиться надо я уж не говорю про Рамзана Кадырова Лукашенко они в моей молитве всегда я каждый день молюсь за японский народ чтобы ему Бог дал хорошую землю они могли здесь обратиться за многострадальный еврейский народ чтобы они признали мессию Богом у меня интересно все и поэтому соберутся тысячи никого нет пять человек рядом да один Володя я даже вот сочувствую немного таким людям которые настроены против вас я думаю много они потеряли в вашем лице конечно у них недавно один и говорит напал а он и говорит я посмотрел как вы с еретиками то беседуете в богатоле жующие еретики и они так знали бы никто с ними разговаривает он пока говорил я уже забыл но он сказал он преподаватель университета он по другому это увидел чем другие то он увидел оценил получил так а вот вы как да я об этом не думаю у меня сегодня другая задача с соплями расправиться не могу у меня сопливая задача стоит главная сейчас сколько время десять десять часов будет пойти на улице бродящих собак накормить они каждый день меня ждут сразу накормить надо воробьев тут пятьдесят штук ждут меня вверху пятнадцать голубей отнесли сегодня Володя занес туда две кошки спрятали накормили они там мыши гоняют у меня столько работы есть такая птица сойка она без работы не бывает она орехи берет закапывает если нигде орехов нет она тогда тебя раскапывает и в другом место их закапывает она все время в труде как бобер у меня жизнь сойки и бобра бобер строит новые плотину сразу вода появляется появляется рыба он пилит другие деревья грызет зубами ну вот это моя жизнь бобра я вчера выставил как раз на форуме материал про бобров очень интересно я с детства люблю птиц и зверюшек ну такой придурок ну что возьмешь я занимался в уголовном розыске с собаками слово сказать вообще ой чем только занимался глупее нет а сильнее за и мало того на экзаменах моя собака не просто первое место заняла я на меньше чем на первое место никогда не соглашался так это щаславие конечно это есть такой рассказ отец сергию льва толстого если конное вехтование он решил быть первым в французском языке первым и везде быть первым апостол павел это научает беги пошел получить награду вот так ну что брат отпускай да с богом вы на тихо оставайтесь с богом вы меня побудили к этому чтобы я заботился о своем культе личности пиарил себя перед вами про павел так и назовем видео культ личности вот будут нападать это вы виноваты да все оставайтесь с богом и на тихо с богом спасибо 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 спасибо